Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Это Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня пятница. Это хороший знак. Ну, как минимум, завтра, суббота и воскресенье. Тем не менее, пятница еще продолжается, и тема сегодняшней программы «Финансовые итоги недели». Нам нужно поговорить о том, как же прошла эта неделя с точки зрения фондового рынка, прежде всего. У меня в гостях сегодня Максим Зайцев, аналитик «Нордкапитал». Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. И Михаил Федоров, аналитик зоны компании «Рикфинанс». Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, традиционно, как настроение? Летнее, нормальное. Летнее, нормальное. Вполне. Максим улыбается все время загадочно. Ну, хорошее настроение. Хорошее, да. Ну и ладно. Подключайся в разговор. Ты так будешь улыбаться? Хорошо. Значит, начнем с того, что посмотрим на рынок в целом, что происходит сейчас на рынке. На рынке происходит следующее. Американцы открылись и тоже как-то начали немножко подсливаться. Dow Jones минус 0,4%, S&P 500 минус 0,5%. О наших уже сказала Настя. РТС минус процент и 30, ну, 1394 котировка. ММВБ уже чуть больше процента теряет, 1420. Вот так. Все в красной зоне. Значит, нефть 106,33 тоже после вчерашних максимумов, да, пошла она вниз. Золото 1576 долларов за унцию. Евро-доллар в моменте сейчас 1,2663, хотя до нашего эфира, да, пытался там пробиться ниже. Основной набор голубых фишек, ну, в основном все в отрицательной территории. Из чего я делаю краткосрочный вывод, пятница заканчивается распродажами. Это нормально, нет? Вполне. Вполне. Ну, мы же подросли. Мы же, да, мы же покупали. Относительно, ну, не сильно подросли, но подросли. Хорошо. В таком случае мы говорим сегодня о финансовых итогах недели. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы, вы можете позвонить, задать их по телефону 6510-99,6, либо этот же вопрос опубликовать на сайте финам.фм. И мы на все вопросы обязательно ответим. Говорить о итогах недели. Давайте начнем с того, каковы события, основные события прошедшей недели. На ваш взгляд, которые, собственно, подытожить сейчас нужно. Максим. Ну, основное событие, это, конечно же, выступление главы ФРС Бен Бернанке перед Конгрессом. Все ждали какие-то намеки на количественное смягчение. Что интересно, кто-то их увидел, кто-то нет. Серьезно? А ты увидел их? Я не совсем увидел, потому что было сказано, что да, возможно, я видел это, слушал эту речь. Да, возможно, но в первую очередь сейчас он сказал о том, что монетарные возможности для стимулирования экономики ограничены. Это понятно почему, потому что ставки и так сейчас низкие, крайние. И сейчас требуются какие-то фискальные меры, то есть там, может быть, какие-то поблажки в налогообложении или еще что-то. В любом случае, это не введение ФРС, находится это введение Министерства финансов США, поэтому, как бы, скажем, скорее нет. Скорее нет, хотя статистика к этому располагается сейчас, особенно вот на последние недели. Это рост безработицы, это падение потребительских продаж, то есть все говорит о замедлении не только в мировой экономике, но и в экономике США. Поэтому, как бы, все складывается в пользу того, чтобы вот-вот объявить следующий раунд количественного смягчения, но, тем не менее, глава ФРС понимает, что, возможно, это не принесет должного эффекта для экономики. Может быть, рынок это подстегнет, что, как бы, интересует спекулянтов, но для экономики это может и не принести нужного эффекта. Соответственно, я, наверное, скорее и не жду, что это будет объявлено в очередной раунд количественного смягчения. Ну, не будет объявлено вообще или в обозримом будущем? Ну, по крайней мере, в обозримом будущем. До конца года? До выборов? До лет? Довольно сложно надолго давать прогнозы. Ну, надолго не надо, насколько мне. Ну, до выборов, может, они объявят, но имеется в виду, когда будет запущен, тут же, скажем так, разные ступеньки. Это, скажем так, когда начнется словесная интервенция, когда они объявят параметры и когда, в конце концов, установка заработает. Это три разных совершенно срока. То есть это могут, например, растянуть и объявить параметры и конкретную дату, они могут уже в этом году. А вот насчет именно запуска, когда этот станок будет выпускать деньги новые, это, скорее всего, будет не в этом году. Это будет начать следующего. Ну, вот по моим, допустим, убеждениям. Но, тем не менее, вербальный интервент, ну, то, о чем ты говоришь, да, то есть он может объявить? Он может, нет, он может играть достаточно долгое время. Словами. Они вообще, на самом деле, сейчас находятся в достаточно... Ну, вот многие считают, что КУЕ нужен для экономики, там, для того, чтобы экономика там заработала. Ничего подобного. Это все, на самом деле, большая байка. Скажем так, Бернанке много раз говорил, что денег в системе достаточно, да, проблема в том, что они не циркулируют. Там ЕЦБ, допустим, понизил ставку по депозитам до нуля. Откуда-то, там, в течение очень короткого времени баланс упал с 800 до 300. 500 миллиардов евро куда-то... Все забирать стали, да? Да, куда-то ушли. Ну, они там лежат, действительно. Да, то есть перестало ЕЦБ генерировать для банков, скажем так, какую-то прибыль небольшую, да, соответственно, потерялся смысл. Вот. Регуляторы для того, чтобы оживить экономику, должны именно двинуть вот этот денежный рынок, чтобы он стал работать, да, а не думать о том, чтобы напечатать еще денег. А напечатать денег, скажем так, если касаемо ФРС, они будут объявлять КУЕ для того, чтобы покупать казначейские облигации, чтобы поддерживать вот этот пузырь. Вот. Формально пока лимит по госдолгу США не поднят, да, то какой смысл объявлять КУЕ? Вообще нет. Ну, то есть, да, они объявят КУЕ, а что... А разговоры о лимите, кстати, они в этом году планируют? Да, в этом году, скорее всего. Ну, понимаете, к лимиту они подойдут очень скоро, я думаю, осень как раз будет вот так. И перед выборами, это страшное дело. И как раз, как раз, следующее вот кошмар будет именно оттуда, скажем так, опять за новость. Как в прошлом году, да? Да, как в прошлом году. Ну, тут проблема в том, что как бы... Сейчас долг-то кормится, все нормально, в Европе кошмар, поэтому долг, скажем так, забирает на себя достаточно большой денежный поток. Вот, но долг прожорливый, ему каждый раз нужно все больше, 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 больше. И, соответственно, ну, возможно, война может помочь еще там, да? Но война, она вряд ли сейчас в ближайшее время случится, чтобы там накормить... При имеющем с Ираном. Не важно с кем. Не важно. Просто нужна война, нужна штатам не для того, чтобы кого-то убивать, да, а для того, чтобы вытасти деньги. Исключительно для этого. Ну, тем не менее, ну, как слово естественное не хотелось бы, да, но самое очевидное, это как раз вот искаловаться конфликты вокруг Ирана. Ну, да, главное, чтобы денег много посыпалось. Ну, просто проблема в том, что в Ближнем Востоке и так очень много денег высыпалось, и, скажем так, приведет ли вооруженный конфликт к желаемому результату. То есть бег стук капитала из этих стран, ну, и, соответственно, в тот же долг США. И плюс еще проблема – это отрицательные доходности по немецким бандам. Вообще сейчас очень большая проблема насчет ухода в качество. Я думаю, что то, что все привыкли в последние годы, что уход в качество – это, например, уход в казначейки и в доллар, вот эта корреляция скоро может очень сильно поменяться. А что будет тогда качеством? Вот сейчас это сложно сказать. Ену и франк мы уже не рассматриваем. Ну, да, но вот сейчас сложно сказать. Рост последних там буквально, ну, вот месяца, скажем, да, многие не понимали, почему он происходит. Потому что все вроде бы плохо, а почему-то мы растем, куе нету, а почему-то рынок отскакивает наверх. Как бы тут получается, я думаю, что мы осенью будем стоять на пороге того, скажем, такой вопрос будет стоять, что нам нужно будет бить – активы либо деньги. Вот, и вот как раз вот июльский июльский отскок – это как раз предзнаменование того, что деньги-то тоже под прицелом. Миш, если можно поподробнее, бить, что ты подразумеваешь под словом бить? Ну, то есть, снижать их стоимость, либо активы будут обесцениваться, либо деньги будут обесцениваться. Вот это главный вопрос, который сейчас, я думаю, будет, вот его нужно понять. Но с другой стороны, смотри, Максим, либо активы обесцениваются, либо деньги, да? Но с другой стороны, все равно же какой-то, ты говоришь о качестве сейчас дальше, что убежечка будет должно быть и в первом и втором случае. Ну, я не согласен с тем, что что-то поменяется кардинально. То есть, в доллар все бегут не потому, что, не знаю, что он хороший. Это основная резервная валюта, за доллары мы можем купить любую продукцию на мировом рынке, поэтому, собственно, это и считается валютой убежищ. Мне кажется, несколько преувеличены долговые проблемы США. Расходы на обслуживание долга – это не основная статья расходов бюджета, там буквально несколько процентов это в расходах составляет. То есть, это не то, что подрывает бюджет США, абсолютно терпимо они к этому относятся, тем более, что низкие ставки помогают держать операцию TWIST, QE для этого не обязательно запускать. Скорее всего, если бы она и была запущена, эта программа, то именно с целью стимулирования экономики. Что касается текущего роста, то поводы были для этого, некоторые подвижки были в еврозоне, это выделение помощи Испании, и причем было принято решение, что это будет предоставляться не правительству, а непосредственно банкам, что они будут увеличивать долг Испании. Это серьезная подвижка такая, плюс сезон корпоративной отчетности тоже, в свою очередь, это как-то подталкивает. Несмотря на то, что в этом году, впервые с 2009 года по американским корпорациям ожидается снижение прибыли, но поначалу нас немного разочаровал этот сезон отчетности, но в целом сейчас многие компании лучше ожидания отчитываются, тоже помогают держаться рынком. Хотя в то же время многие проблемы, они не решены. Опять же, основным источником проблемы по-прежнему еврозона, поэтому непонятно, почему здесь должна что-то США предпринимать и каким образом ФРС может изменить что-то в еврозоне. Да, это не совсем понятно, поэтому то, что какие-то дополнительные меры не будут приняты, это вполне логично, потому что... Не, ну кризис в еврозоне все-таки это не локальная история, да, и Федорезерв тоже озабочен, наверное. Федорезерв озабочен, но другое дело, что у него как-то, если уж ЕЦБ здесь особо ничего не может сделать, то... У него просто механизмов не так много. Механизмов нет. Ну, единственное, то, что он может предоставлять свопы, то есть менять доллары на евро. Спасибо. Давайте об этом через несколько минут продолжим. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня пятница, пятница вечера. Это специальный вечер, которым мы, как правило, подводим итоги. И тема сегодняшней программы именно финансовые итоги недели на Финам.фм. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Вы можете задавать свои вопросы, звонить, а так и делиться собственными мыслями по телефону 6510-996, либо написать на сайте финам.фм свои мысли, свои вопросы. Сегодня в гостях у меня Максим Зайцев, аналитик «Нордкапитал» и Михаил Федоров, аналитик институционной компании «Рикфинанс». Еще раз добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Ну что ж, собственно, почин был сделан. Мы говорим об финансовых итогах недели, обсуждаем главные события, уже проходящие, заканчивающиеся, еще не прошедшие, но тем не менее деловой недели. Это выступление, двухдневное выступление господина Бернанки перед Конгрессом. Уважаемые аналитики уже в двух словах суть мероприятия объяснили. Все ждали намек на третий этап количественных учений. Намек этого в основном, наверное, не увидели, хотя Максим предположил, что кто-то его и почувствовал. Дальше мы пытались, ну и на самом деле, наверное, не будем уже слишком долго об этом говорить. Пытались, собственно, связать дальнейшие перспективы развития мировой и экономики Соединенных Штатов вот с этими количественными учениями. Здесь, я так понимаю, мнения разделились моих гостей. С одной стороны, это действенный способ, с другой стороны, абсолютно бесполезный. Правильно, Максим, я тебя понял? Ну, не то чтобы бесполезно, но, скажем, да, это весьма ограничено и ненадолго. Это будет, скорее, это как-то может подстегнуть финансовые рынки, но экономику... Смотри, вот если сравнивать, помните, да, собственно, эта история появилась в начале девятого года, да, количественные смягчения как таковое. То есть мы увидели, да, кризис восьмого года, нащупали дно, в девятом году полная неопределенность, начале девятого, да, конец восьмого, начало девятого. И вот здесь Федрезерв, я так понимаю, какую-то революцию сделал, он говорит, есть такая вот у нас история, да, мы придумали количественные смягчения. И это должно каким-то образом стимулировать, да, как минимум выход из кризиса и дальнейший экономический рост. Вот тогда, в девятом году, был результат, Максим, как ты считаешь? Ну, это как-то, да, это, во-первых, привело к тому, что более мягкая посадка случилась, могло быть и хуже. Во-вторых, какой-то результат, какой-то отскок, безусловно, был. Опять же, тогда проблемы в основном из США исходили сейчас, как бы из еврозоны, поэтому здесь все сложнее гораздо. Ну, и то, о чем Миша говорил, то есть тогда, очевидно, ведь был дефицит ликвидности, да? Ну, первый КУЕ, действительно, он был призван помочь экономике, на мой взгляд, а вот второй уже нет. То есть первый КУЕ, его действительно там были плохие активы, да, нужно было как-то восполнить ликвидность. А второй КУЕ, он уже был для выкупа казначейских облигаций. Исключительно, да. Ну, и вот по этой же логике, третий КУЕ, он ведь тоже, да, не похож на первый, это уж точно. Он точно не будет похож на первый, это просто мыльный пузырь, казначейский облигат, он неизвестно, когда лопнет, но в конечном итоге проблемы очень большие. Вот тут вопрос был насчет обеспечения, да, на самом деле в текущий момент бюджет США федеральный десятый. Часть платит мне это процент, ну, в смысле, как процент, проценты по долгу, при том, что ставки, там, доходности на минимуме. Скажем так, в альтернативе, представим, что кризис закончился, начинают ставки расти, ну, то есть люди выходят из риска, покупают акции, покупают какие-то активы, вот, доходность возвращается, среда, скажем там, к четырем процентам, тогда бюджет США лопнет, потому что ему нужно будет процента платить, пиццу, миллиардов. Он просто не обслужит потом. Да, он лопнет, поэтому, на самом деле, они находятся в вилке такой, их зажимает, у них, им ни налево нельзя, ни на право толком. У них патовая ситуация, по большому счету. Нельзя, ну, как, вполне восстановление экономики приведет к росту доходности казначейских облигаций, а они не смогут его обслужить. И мы получим ту же автоматическую проблему в США наподобие Европы. А четыре процента по каким ростам? Ну, в среднем, в среднем, если так брать. То есть сегодня они платят 200, и если доходность вырастет в два раза, они будут платить 400. Там, чуть-чуть больше в два раза, 500. Просто на самом деле у них сейчас в основном краткосрочный долг, и там, и причем он продолжает увеличиваться, эта сумма краткосрочного долга увеличивается, ставки по ним как раз-таки около нуля сейчас. Ну да, а вот... И, кстати, оператор Твист как раз вот это ребалансирование такое, да? Ну да, но с одной стороны она увеличивает ставки по краткосрочным облигациям, с другой стороны доля... Большая длины. С другой стороны доля долга, объем краткосрочного долга, он увеличивается, поэтому здесь такое балансирование. Ну, они занижают ставки по длинным бумагам, десятилеткам, тридцатилеткам. Ну, то есть они из длинного долга перекладываются в короткий, да? Да, да. По сути это делано для того, чтобы еще дешевле обслуживать. Ну, конечно, потому что в нынешней ситуации долг им проще, да, обслуживать. А если наложить на это там почти 10% дефицит бюджета из Штатов, то, скажем так, рост доходности просто может... Это просто у них будет дефицит на уровне Греции в худший период времени бюджета. Поэтому у них действительно нет выхода в этом плане. Они как бы, им вот сложно сказать, что им нужно делать, я не знаю. Может войну будут как действительно строить, может еще что-то. Ладно, давайте о войне. Вот, а Обама еще не предстоит план на тринадцатый год бюджетный, да, и Конгресс это там ждет, да, и баталии еще предстоит. Ну, то есть у нас, я так понимаю, в среднесрочной перспективе у нас как бы веселая осень такая на меня. Если смотреть на перспективу, да, то нужно даже не на Европу смотреть уже. Нужно смотреть за океаном. То есть там тоже много интересного. Там будет очень много интересного. Ну, хорошо, и тем не менее, давайте посмотрим и на Европу, потому что, опять-таки, мы обсуждаем итоги недели. Помимо выступлений господина Бернанки, да, на этой неделе размещались Испания и Италия. Ну, слава богу, они не выходили за предел 7%, насколько я знаю. Но тем не менее, там в районе 6,45, по-моему, испанские облигации. Ну, да, где-то так сейчас. Пяти лет. Памцы сегодня вышли за 7, по-моему. Сегодня я не следил, но вот вчерашние, по крайней мере, были. Помимо этого, опять, да, госпожа Меркель в очередной раз что-то такое по поводу политической воли, да, Евросоюза и дальнейшего движения к Евробандам никак этот шаг не придет. Вот что с этой точки зрения нам ждать, что там в Европе? Максим. Ну, я думаю, что что-то новое мы, конечно же, особо не услышим. Единственный шаг был сделан в том, что средства с стабилизационным механизмом будут теперь направляться непосредственно в банковскую систему. Это, наверное, важный шаг, потому что через правительство финансирование, во-первых, увеличивает госдолг, во-вторых, проще, когда деньги попадают непосредственно туда, куда надо. Что касается выпуска единых евробандов, я думаю, что сдвигов здесь и не будет каких-то в ближайшее время. Я не уверен, что это... А ближайшее время какое, Максим? Потому что мы говорим... Я думаю, что Германия вообще, в принципе, никогда на это не пойдет. Тем более, выборы уже, да, в следующем году в Германии выборы. И Меркель наверняка... Да, и я не знаю, это просто... Сначала тоже придерживалось мнение, что это необходимо, сейчас я придерживаюсь несколько другой точки зрения, потому что это будет ситуация, вот сродни, вот как это было 10 лет назад, когда все страны еврозоны заимствовали примерно под одну и ту же ставку. Привело это к тому, что целый ряд стран просто... У них утратился стимул поддерживать бюджетную дисциплину, то есть у них вырос госдолг, это вот мы видим сейчас последствия, ну, такие страны, как Португалия, Испания, Италия, Греция. То есть они имели возможность дешево занять, да? Да, да. Выпуск единых евробандов, по сути, к тому же сам приведет. Сейчас просто единственный вариант это просто перетерпеть все это, других вариантов нет никаких. Перетерпеть? Да, просто понятно, что это на годы все длится, тем не менее, из этой рецессии, вот в рамках Единого Валютного Союза, так просто не выйти, его распад еще к более худшим последствиям. То есть, другими словами, надо тянуть время, да, Миша? Ну, они пытаются. Собственно, они это и делают. Да, ну, выхода в этой ситуации я, допустим, большого не вижу, кроме либо развала, либо инфляции. Другого выхода, ну, либо так, либо так. Ну, если говорить о вероятностях, да, что более вероятно? Вряд ли допустят, да, Максим, вряд ли допустят развал. Я думаю, что это нецелесообразно. За Грецию уж как они держались, сколько времени мы говорили, ну, отпустите уже, пусть они там выйдут, драхму возьмут, долг свой быстренько пересчитают и все, и все в шоколаде. Ну, тут вопрос, инфляция-то они тоже боятся, поэтому непонятно. Вот я сейчас не берусь предсказать или там уверенно сказать, что будет либо так, либо так. Какой путь они выберут? Это, скажем так, это даже, скажем так, за гранью аналитики, поскольку тут важен человеческий фактор и конкретное решение европейских властей. Что они решат, я не скажу. Я не знаю, что они, как они думают и что они думают. Следим, по крайней мере, за этим. В ближайшей перспективе, по крайней мере, до конца осени, какие-то значимые события в еврозоне планируются? Ну, на уровне саммитов, очередных каких-то встреч? У них постоянно встречи. То есть, ну, если раньше они действительно проходили достаточно редко, то сейчас это вот постоянно. Зачастую уже, скажем так, рынок перестал к этим результатам этих встреч прислушиваться частенько, потому что они говорят очень много, встречаются очень часто, плюс высказывания политиков происходят чуть ли не каждый день. Ну, стран много, премьер-министров также много, вот министр финансов много. Вот, и пока, скажем так, одинаково плохо в Европе, то есть, так же плохо, как вчера и плохо сейчас, да, то есть, чтобы что-то случилось, чтобы рынок на это отреагировал и упал на этом, нужно, чтобы было не просто плохо, а хуже, чем вчера. Ну, да, такая тема, что, ну, понятно, да, Европа в кризисе, и, собственно, ничего принципиально не меняется, тем не менее, мы видим вдруг неожиданно какие-то ростки роста, да, то есть, достаточно отсутствия плохих новостей, да, что рынок хоть как-то начинал, да, отскакивать. Вот это примерно то же самое. То есть, получается следующим образом, смотрите, ну, вот опять в моменте мы снимаем кальку, что называется, да, мы видим, что в Америке не все. Все хорошо. И господин Бернанке об этом отчитался. То же самое мы видим в Европе. То есть, две ключевые экономики мира, они практически вот балансируют на грани. С этой точки зрения, что ждать-то нам в ближайшей перспективе? Миш. Ну, понимаете, сейчас чуть-чуть с другого, что у нас заведу. Как бы, сегодня, скорее всего, происходит, ну, скажем так, если выделить конечный капитал, он, возможно, даже не знает, куда деваться. Капитала очень много в мире, огромное количество. Вот. Это как раз отражает отрицательную доходность по немецким облигациям. То есть, деньги куда-то летят, куда-то идут, и они готовы бы запарковаться куда угодно, лишь бы там было безопасно и спокойно. Вот. То есть, скажем так, деньги, в принципе, есть, ну, скажем, у тех же банков. Просто банков много, кому-то плохо, а кто-то не знает, куда деньги девать. Да, поэтому они закидывают их и в ФРС, и в ЕЦБ. ЕЦБ их попытался выгнать. Вот. И рынки, скажем так, не проваливаются вниз, потому что есть огромное количество там финансовых субъектов, которых с деньгами проблем, в принципе, нет. А проблемы есть именно, куда их деть. Вот. А с другой стороны, есть огромное количество финансовых институтов, у которых очень большая проблема с финансами. Межбанк при этом функционирует очень плохо. Друг другу они не доверяют, не занимают. Сейчас вот со ставкой Либор еще, да? Да, то есть, соответственно, как бы получается, с одной стороны, для того, чтобы сильно упасть... Лиш, извини, пожалуйста, продолжим через несколько минут. Добрый вечер, добрый вечер, друзья мои. Звоните, телефон студии 6510-99,6, наш сайт финам.фм, программа «Сухой остаток». Звоните, задавайте вопросы. Сегодня у меня в гостях Максим Зайцев, аналитик «Нордкапитал» и Михаил Федоров, аналитик инвестиционной компании «Рикфинанс». Мы подводим финансовые итоги недели. Мы обсуждаем события прошедшей недели. Вот говорили о выступлении господина Бернанке, говорили о том, что происходило в Европе, и, как оказалось, и в Америке, и в Европе все не так хорошо. В конечном итоге хотелось бы понять, да, насколько перспективно дальнейшие ожидания наши. Мы ждем всего, всегда чего-то хорошего. У нас, кстати, есть телефонный звонок. Давайте послушаем нашего уважаемого слушателя. Добрый вечер, слушаем вас. Да, добрый день, вернее, вечер. Скажите, пожалуйста, вот сейчас Евагуб утвердило выделение 100 миллиардов долларов испанским банкам, а они просили 600 миллиардов. Так. Алло. Да, 600 миллиардов. Как вы думаете, конечно, какие действия будут испанским банкам? Потому что не потянется ли за Испанию, допустим, та же самая Италия, Португалия? Это первый вопрос. И второй вопрос. Дени Бернанке, конечно, молодец. Он считался красиво-хорошо, в кавычках. А если они запустят количество смягчений 3, отразится ли это на рубле? Потому что, понятное дело, что все деньги выхлонятся в мировую экономику, и кто-то должен будет их съесть. Соответственно, наши рублевые активы, соответственно, пойдут. Совершенно. Спасибо, Владислав. Мы поняли ваши вопросы. Спасибо. Ну, давайте начнем с первого. А второй, как раз мы, вот в этой части я планировал перевести взгляд уже на отечественный рынок, на рубль и так далее. Ну, давай, первый вопрос вот по поводу фонда. По поводу выделения помощи Испании, я думаю, что для испанской банковской системы это сейчас вполне достаточно этой суммы. 100 миллиардов. Да, 100 миллиардов. То есть, что касается Португалии, то она уже обращалась за помощью, и эта экономика значительно меньше испанской, поэтому не стоит так остро с ней проблема. Вот действительно, если Италия вслед за ней потянется, вот тогда уже это действительно станет большой проблемой. Пока еще, скажем так, Италия, ну, далеко от этого, там ставки пока еще держатся ниже, чем по испанским бандам, и как бы в банковской системе не так все плохо, но исключать такого варианта событий развития нельзя. Именно поэтому вот сейчас как бы на рынках такая высокая волатильность, потому что слишком большие системные риски. То есть, вот на фоне всего этого не исключено как бы развитие глобального мирового кризиса. Если ситуация с Испанией, или тем более с Италией выйдет из-под контроля, то тогда уже здесь как бы сложно будет на что-то рассчитывать, и сложно представить, какие меры здесь могут помочь. Тем более о мерах-то мы говорим-говорим, а их не так много. Кстати, вот о суммах помощи европейской банковской системе. Насколько я помню, 100 миллиардов называлось сначала для Испании, и потом, ну вот Владислав сказал о 600 миллиардов, потом 500 миллиардов было. Там, нет, на самом деле, нет, 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 там Испания на самом деле просила более меньшую сумму. То есть, им на самом деле больше было предоставлено, чем они просили изначально. Вопрос у меня какой был, есть ли эти деньги в наличии? Ну вот, 100 миллиардов, по-моему, там они были на счетах этого фонда, а по поводу 500 миллиардов был большой вопрос. Нет, это под сомнение поставлю, то что 500 миллиардов они просили, нет, по-моему, они как раз таки меньше суммы просили. То есть, там такой проблемы не стало. То есть, там, наоборот, ответом Евросоюза был то, что мы предоставим все необходимые средства в полном объеме. То есть, сколько надо, столько и сделаем. Хорошо. Ну, а вторая часть вопроса, вторая часть вопроса нашего слушателя, и, собственно, тема нашей следующей, да, нашей следующей разговора, это как вот эти макроэкономики, как новостной фон отразится на состоянии отечественной экономики, отечественного рынка, рубля, ну и все, что нам, наверное, ближе и ранее. Да, но вопрос был конкретный. Если объявить количественное смягчение очередное, что будет с рублем, но здесь, конечно, следует ожидать укрепления и как рубля, так и других основных валют к доллару. То есть, соответственно, накачивание денежной ликвидностью американской экономики, это приведет к укреплению, конечно же, всех валют к доллару. То есть, если позволишь иначе, да, накачивание денег, то есть программа количественного смягчения, она придет к ослаблению доллара прежде всего. А именно поэтому будет расти все против доллара, и, на самом деле, не только валюты, да, инструменты фондового рынка, и сырьевые акции, все будет расти, доллары будут сливать. Рубль будет чувствовать себя хорошо, потому что рубль, это, скажем так, частично это нефть, ну, не полностью, там еще пара других факторов, но если доллар, скажем так, это вот вариант бить деньги как раз, да, если деньги будут обесцениваться, то сырьевые активы будут повышенным спросом пользоваться в сравнении даже с теми с акциями и прочими другими. Соответственно, наш рубль будет выгодополучателем от этого в большей степени. Именно сырьевые валюты, австралиец, канадец, рубль, они как бы хорошо будут себя чувствовать в этот момент. Ну и плюс еще есть, да, такая спекулятивная идея, что в этот момент аппетит к риску наверняка, да, будет разыгрываться у инвесторов, они будут искать возможность заработать, а рубль в данном случае... Нет, вот я как раз и хотел сказать, ну, в начале передачи говорил, что насчет аппетита к риску, да, вот что сейчас у нас, возможно, ждет смена вообще понимания риска, поскольку, скажем так, ну, скажем, сами облигации государственные, да, которые там 10 лет назад считались верхом надежности, сегодня стали рисковым активом, допустим, в Европе. А, скажем так, доллар, в который верили десятилетиями, тоже становится под вопросом. Он пока не падает, с ним пока все нормально, кошмара не случилось, но доверие к нему падает потихоньку. И в том числе и доверие падает к казначейским облигациям. Вот, поэтому правила игры могут поменяться. Уход в качество может быть как раз-таки выход из долларов в какой-то степени будет. Это замечательная мысль, действительно, самые надежные, да, исторически надежные активы вдруг теряют свою надежность. А что тогда, вот просто гипотетически, Максим, а что тогда может стать надежным активом? Ну, знаете, вот я вам пример такой приведу, вот сейчас, по поводу того, что вот в Европе низкие ставки и прочее, вот, кстати, там, на том же межбанке ставка евро-ребора обновила минимум исторический, деньги действительно ищут, откуда податься. И вот, например, Россия, вот можно сказать, что евробанды суверенные российские, Russia 2030 сейчас обновляют максимум по цене и минимум по доходности. Они сейчас по доходности около 3,5% торгуется, но опять же они в долларах. То есть инвесторы сейчас предпочитают все-таки активы в долларах. Ну, это, наверное, позитивный сигнал для России, то, что они вот идут. Пользуются спросом. Опять же, да, есть такой перекос в пользу евробандов в долларах. Поэтому, как бы, то, что из доллара сейчас, как бы, его опасаются, то, что из него ищут какую-то альтернативу. Но я пока таких тенденций не наблюдаю. Поэтому он еще, как бы, стоит. Потому что, ну, как бы, нет альтернативы. Это, скажем так, главный его козырь. Ну, речь, наверное, не о текущем моменте, а вот именно гипотетически. Если вдруг, да, надежные активы становятся ненадежными или теряют свою надежность, на что смотреть, на что смотреть-то, в принципе? На лунный камень? Не могу сказать. Вот сейчас, условно говоря, да, ну, надо смотреть на то, что можно потрогать руками. Ну, например? Ну, на осязаемые активы. То есть не на бумажные активы, а на те активы, за которыми стоит что-то. Ну, то есть он предложил активы, да, один из товаров наиболее. Да, продовольствие. Продовольствие. То же самое сырье. Сырье, да. Металлы, золото. То же самое золото, серебро. Но это как бы не наступило еще, но я думаю, нас ждет очень горячий год ближайший. До конца декабря? Нет, ну, ближайшие 12 месяцев будут очень-очень-очень веселыми в плане, скажем так, того, что произойдет на финансовых рынках. Потому что могут поменяться... Ориентиры. Ориентиры, да, очень сильно могут поменяться в ближайшие 12 месяцев. Это здорово. Ну, кардинально такая точка зрения, не знаю, мне трудно согласиться. Я понял. Ну, тем не менее, это точка зрения Михаила. И есть вопрос от нашего слушателя. Значит, мы давайте уже фокусируемся на отечественном фондовом рынке. Вот индекс ММВБ, в частности, интересует Николая Дмитриевича. Он говорит о неких аналитиках. Ну, фамилии он не называет, поэтому наверняка это не присутствующие в студии. Так вот, Николай Дмитриевич пишет. Аналитики усматривают рост индекса ММВБ до конца года до 1700 пунктов. И сразу же он спрашивает вопрос, задает вопрос. А на чем, если такое движение предполагает, на чем расти-то? Где драйверы, где поводы для роста, Максим? Поводы, ну... Давай сначала. Ты видишь к концу декабря 1700 по ММВБ? Я не исключаю, что такое возможно. Возможно, да? Вполне, да. Но на самом деле поводы для роста тоже есть. Во-первых, те проблемы, о которых мы говорим, они не вчера появились, они уже давно тянутся. А активы многие перепроданы, в том числе и российский рынок, он уже там торговаться с ПИ около пяти, это уже что-то запредельное. Конечно, может быть ниже, но сейчас не такая ситуация, как в 2008 году. Сейчас все боятся, то есть эти опасения уже давно существуют. И сейчас нет перерепованных активов, то есть не следует ждать массовых маржин колов, соответственно, вряд ли будет такая уж просадка. Это все в пользу того, что, по крайней мере, мы сильно не упадем. В пользу роста, ну, драйвером по-прежнему будет выступать американский рынок, и вот он вполне, у него есть заделан рост, в частности, ввиду того, что там президентские выборы. А в предвыборные годы рынок в четвертом квартале, вот непосредственно перед выборами, практически в Штатах всегда растет. За последние вот там 17 выборов, это то есть больше 60 лет, вот с середины 20 века, он в четвертом квартале, вот именно в год выборов, упал всего в два раза. Это в 2000 году, когда Дудкома рухнули, и в 2008. Когда был финансовый год. Да, то есть вполне возможно, что фондовый рынок США будет сейчас расти, и за ним стремятся другие фондовые рынки. Опять же, для России я говорю, что сейчас как бы вот есть приток капитала в евромады российские, то есть как бы... Поддержка какая-то есть. Да, то есть капитал готов искать какие-то рискованные активы, что-то, ну то есть не относятся так уж скептически к российскому рынку, то есть это чувствуется. Это приятно. Миша, видишь ты 1700 до конца? Ну, давайте, скажем так, ничего хорошего в экономике в ближайший год я не вижу вообще. Какой? В мировой. А, в мировой. Соответственно, скажем так, именно здоровый рост рынков акций я тоже, соответственно, не вижу. Я могу видеть рост рынка только в противовес, скажем так, ну, если плохое будет отражаться не на акциях, а на тех же деньгах. Да, если деньгам будет плохо, рынок подрастет. Вот, если... То есть это такая безысходность, да? Да. В деньгах нельзя сидеть, надо что-то купить. Потому что капитал не может улететь на Марс. В мире не так много, скажем так, активов, в которых можно быть. Как оказалось. Быть, да, если у вас есть миллиард долларов, там, или есть сколько-то там денег, все равно, чем-то вы обладаете, у вас что-то в собственности. Это либо деньги, это либо финансовые инструменты, это либо акции, либо облигации, либо... Недвижимость. Недвижимость, либо земля. То есть вам все равно где-то надо быть, да? И если что-то плохое случится именно с деньгами, то народ может побежать куда угодно, лишь бы выйти из денег. То есть в данном случае рост даже до 1700 по МВБ, он вполне возможен, но он такой неадекватный, да? Ну, это нездоровый рост. То есть драйверы... Не от того, что хорошо. То есть Максим такие достаточно удобоваримые, я бы сказал, адекватные, да, предложил драйверы. А здесь у нас сплошно неадекватный. То есть народ шарахнулся, да, денег много. Адекватное время будет после кризиса. Здесь надо еще... Всегда после кризиса, когда он начался, главное, когда он закончится, все надо понять, да, и вот ему... Ну, мы, я думаю, скажем так, с точки зрения там экономики, мы идем в волну похуже. Похуже, чем восьмой год? Да. Согласен, Максим? И посильнее. То есть нас еще тряхнет, вот Миша предлагает. Но есть, скажем, предпосылки для того, чтобы... Давай, давай, это очень хорошая тема. Продолжим через несколько минут. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Сухой Остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Общайтесь с нами через интернет, по телефону. Вообще общайтесь с нами, потому что мы всегда обсуждаем такие достаточно важные, да, на мой взгляд, новости. Сегодня мы подводим финансовые итоги недели. Говорим о том, что с точки зрения макроэкономики происходило. И повернулись уже, повернулись, точнее, на экономику российскую, на отечественный фондовый рынок. В частности, отвечаем на вопрос слушателя Николая Дмитриевича. Есть ли возможность, да, есть ли надежда, ну, наверное, надежда, если Николай Дмитриевич активно торгует индексом ММВБ. Есть ли надежда, до конца года увидите индекс ММВБ в районе 1700. Собственно, оба аналитика согласились, что такая возможность есть, да, и Миша и Максим эту цифру одобряют, одобрям. А вот по поводу поводов для роста, да, драйвер для роста, несколько разошлись во мнениях. Ну, и мы так шутливо назвали, у Максима адекватные, у Михаила не очень адекватные. Нестандартные. Нестандартные, да, хорошо. То есть, в этом случае, да, понятно, на чем растет, в этом непонятно, но тоже растет. Ну, по большому счету, если мы говорим о конкретной торговле на рынке, да, очень часто, неважно, почему он движется в ту или иную сторону, главное, чтобы вовремя занять правильную позицию. Давайте поговорим о позициях, в принципе, ну, краткосрочно и до конца года. Какие позиции вы рассматривали на отечественных площадках, да, в каких инструментах, а может быть, и не только отечественные площадки вас заинтересовали бы. И мне очень хотелось услышать ваше мнение по поводу евро-доллара, его, собственно, ближайшие перспективы. Я попытался тут на одной из программ предложить такую мысль, согласитесь ли вы о том, что евро рано или поздно исчезнет с лица земли. Это зависит от людей, от их решений. Ну, как бы, можно, ну, через инфляцию можно его обесценить и... Ну, то есть, если кому-то нужно будет, если это кому-то нужно. Ну, мы бы говорили, что есть вообще возможности развала еврозоны. Ну, гипотетически она существует, но все будут этому препятствовать, потому что это приведет к еще большим потрясениям. А вот в этом случае судьба евро, Максим. Судьба евро, но я бы не стал рассматривать такой сценарий. Это излишне пессимистичный сценарий. Вообще, по поводу перспектив экономики, вот, в отличие от 2008 года, то, что тогда это был просто пузырь большой. Мы помним, сколько тогда стоило нефти, оно было больше 150. Сейчас это такая мягкая посадка, то есть, медленно такое сползание вниз и в экономике, и, в принципе, и на фондовых рынках что-то примерно похожее, наверное, будет наблюдаться. Что касается по поводу того, куда инвестировать деньги, то индекс МВБ, конечно, может вырасти, но, конечно, это сейчас не самое оптимальное время для того, чтобы инвестировать в акции. Вот это, да, ловить какие-то движения, но если вы, как бы, обладаете хорошими навыками составления алгоритмических стратегий, то, безусловно, вы можете пытаться по несколько раз ловить движения туда вниз. А, в принципе, перспектив, то сейчас, наверное, как бы, вот, Михаил говорил о том, что если рынок будет расти, то с испугу, но вот с испугу обычно акции не растут. А падают. Да, обычно капитал идет в таких случаях в короткие облигации, вот, и я бы, наверное, рекомендовал инвесторам или в депозитах в банках надежных держать, или вот в коротких облигациях, которые, у которых небольшой рыночный риск, потому что они скоро погашаются, и этот купон заплатят. Ну, это год, год-два, да? Ну, то есть, да, до года, то есть, просто перекладываться, вот, и вот это наиболее оптимальный вариант сейчас. В нынешних условиях, которые мы называем непростыми. Да, опять же, сырьевые какие-то активы, я бы тоже не стал, как бы, на них особо полагаться, полагаясь на то, что это можно пощупать, там, рукой, там, золото, недвижимость. Недвижимость бывает годами падает, ценя золота тоже, вот, если мы вспомним, сколько она стоила, там, в середине 90-х годов, то в середине 2000-х она уже стоила на 50% меньше. То есть, она в течение 10 лет падала, вот, в тот период. Почему сейчас опять это не может повториться? То есть, в золоте такой же пузырь возможен, как в любом другом активе. Поэтому, короткие облигации и депозит. Да, чуть-чуть поспорю насчет облигаций. Облигации в широком понимании это тоже деньги. То есть, если у вас обесценивают, они привязаны к деньгам, да? Если у вас доходность, там, неважно, скажем, там, 10% большая, а деньги падают на 15, мы в убытках. То есть, какой смысл держать короткие облигации, если номинальная стоимость денег, как бы, постоянно снижается. Вот, насчет золота. Золото стало снижаться, когда экономика стала, действительно, здоровый рост экономики в 80-х годах пошел. Когда 70-е, кризис в 70-х отошел на второй план, да, золото стало снижаться. Сейчас, в отличие, там, от 8-го года ситуация, почему я говорю хуже, в 8-м году экономика заболела. Власть, как доктор, стала ее лечить. Сейчас и экономика больна, и доктор заразился. Поэтому, кто будет лечить и власть, и экономика, не понятно. Доктор так себе еще мне показал. Да, ну, вот, долговые проблемы еврозоны, это как раз, это государство-то само уже хворает, да, и кто будет лечить этих обоих, это непонятно. То есть, поэтому мы получаем, что... Я почему-то тут вспомнил, ты видишь, на Марс же невозможно, но я почему-то показал, что с Марса, если кто-то прилетит, всех вылечит. Да, ну, раз что так, да, либо не знаю, что должно случиться. Местные доктора уже, да, ни на что не способны. Да, ну, власть уже исчерпала возможности помощи экономике без последствий, скажем. Она может продолжить помогать, но это будет уже иметь последствия определенные. Без последствий нельзя. Я понял. Ну, тем не менее, да, вот мы оказываемся в нынешней ситуации, она непростая. В частности, вот, позиция Максима, это выбирать некие защитные активы, в частности, облигации, банковские депозиты. Это мы уже, если позволите, даем конкретные рекомендации нашим слушателям. Ведь они во многом кто-то действительно в материале торгующий, да, кто-то просто имеет некие сбережения, времена непростые, за окном. А твоя позиция какая? Сейчас можно торговать активно? Можно. И даже зарабатывать? Ну, вот как раз в такие времена, наверное, спасется тот, кто будет маневренный. Маневренный. То есть, спасет не конкретно даже нахождение в каких-то активах, а спасет именно маневр. Для того, чтобы, согласись, для того, чтобы быть маневренным, нужно обладать некой профессией. Согласен. Просто так, вот я человек далекий от рынка, у меня есть сбережения, какой у меня маневр может быть? Я в один банк сунулся, в другой банк, в обменник побежал, из рубля в доллар и переложился. Причем, как правило, да, не в самый нужный момент. А не существует, Грааль, скажем, ответа. Есть сложные вопросы, и нельзя на них просто ответить. Потому что, ну, если человек не может маневрировать своим капиталом, то, значит, ну... Значит, ему не надо маневрировать. Нет, значит, его съедят. Те, кто может маневрировать. Ну, что значит маневр? Это спекуляция? Нет, не спекуляция, просто все может очень быстро меняться, там, достаточно сильно, да. То есть, скажем так, если власть вовремя не среагирует, скажем так, помощью экономики, да, мы можем попасть в дефляционную опять дырку. То есть, опять могут... Дефляционную? Ну, в смысле, маржин-колы начнутся, будут продавать все, могут на 13-е значение наши индексы полностью все уронить. Потому что, если нам грозит дефляция, то нам, соответственно, не грозит обесценение денег. Дефляция, наоборот. Да, да, я о чем и говорю. То есть, если власть нажмет на тормоз, все упадет. Друзья мои, друзья, есть для вас приятная новость. Звонит Светлана, и есть у нее какой-то к вам вопрос. Давайте ответим. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот возможно ли, ну, я понимаю, конечно, ситуация такая абсурдная, но, может быть, возможно ли такая вот ситуация, что будут заморожены по каким-то причинам вклады? И, может быть, мне стоит побеспокоиться и как-то заранее, допустим, до сентября, там, снять свои деньги с депозита. И куда вы их положите, Светлана? Ну, я куда? Ну, если будут вклады заморожены, как было в 65-м году, или там в каком-то вот Павловской реформе, когда люди не смогли получить. Ну, вернее, вообще, деминация была и упало все, что было. Ну, куда я их положу? Буду дома хранить, либо в банковскую ячейку положу. Я специально спросил, чтобы знать, где вы будете хранить деньги. Ну, да, вот, допустим, ну, дома, наверное, вряд ли, а в банковскую ячейку, наверное, нет. Заметьте, я не спросил вашего адреса, Светлана. Спасибо. Спасибо. Спасибо, вопрос понятен. Прикольно, да. Отвечайте, Светлане. Она забеспокоилась. Да, конечно. Михаил нагнал, понимаешь, страхов. По поводу, я, как я понимаю, речь о российской банковской системе идет, здесь каких-то огромных рисков нет. То есть у нас достаточно устойчива сейчас банковская система, и я вот регулярно, ну, по роду работы мне приходится мониторить отдельные банки, и вот я не наблюдаю сейчас ни роста просрочки в кредитном портфеле, ни какого-то перекоса в активах, в пассивах. То есть у нас достаточно устойчива банковская система, и опять же, это подтверждает то, что капитал иностранный сейчас идет в наши облигации. То есть вот я говорил о том, что... То есть он не бежит, а идет, вот это главное. Да, да, то есть у нас сейчас покупают суверенные евробанды, опять же, но не в рублях, потому что в рубль не верят. Все-таки рубль, там есть свои моменты, которые все-таки сейчас у нас наметался темп роста инфляции. Но вот в принципе, как заемщику, России сейчас доверяют, то есть ставки снижаются, поэтому вполне можно сейчас на депозите хранить без боязни, тем более в рамках... То есть сумма, которая страхуется, это 750 тысяч, то есть тут можно вполне безопасно. То есть риска практичнее. Да, особенно если это банки, там, первого эшелона, там, топ-100 крупнейших банков. Вот это ответ Максима на ваш вопрос, Светлана. Не надо переживать, не надо снимать деньги с депозита и прятать их в жилище, в надежные места. Опять же, по поводу такого вот вопроса, вот то, что Михаил говорил, то, что банды и депозиты, это ненадежно, потому что деньги могут обесцениться ввиду инфляции. Но тут я почему сказал про короткие банды и короткие депозиты, потому что, когда деньги начинают обесцениваться, ставки тоже идут вверх. Если вы положили на полгода деньги, и деньги начали обесцениваться, то, соответственно, через полгода ставки будут выше, и вы уже приложитесь под более высокие ставки. Вот поэтому короткие облигации считаются защитным механизмом. То есть вы делаете ролловер, и, соответственно, всегда вот так вот. Это как раз маневр тогда получается. Ну, видите, сошлись во мнении. Еще один звонок, звонок нашего слушателя Михаила, давайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Михаил, я трейдер. Это приятно, это приятно. Да, торгую в основном внутри дня, сейчас уже, ну, максимум два дня оставляю позиции. Знаете, вот, хотел бы своим видением поделиться. То есть все-таки понятно, что капитал много на Марс не улетит, да, и куда-то он перетекает. Соответственно, то, что касается нас, это нефти. Да, но когда буквально две недели назад мы на 90 еще сходили, был ужас в головах трейдеров, что все, 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 все будет падать и так далее. Вот, у меня такое единственное, конечно, мнение, то, что пока кризис действительно не покажет свои плоды, то, что это кризис настоящий, нефть, конечно, будет высоко, да, ее будут вкладывать. Но как только мы поймем, что действительно в кризисе, нефть никто не будет, конечно, не покупать. И тогда мы доллар, полетит, конечно, вверх относительно рубля. Вот такое мнение мне. Спасибо, Михаил, спасибо огромное. Друзья мои, я, к сожалению, не могу спросить вашего мнения по поводу мнения Михаила. У нас заканчивается время. Я благодарю всех за внимание, всего хорошего, сухой остаток, успехов на рынке. Все будет хорошо. Спасибо.